Строганина, кровяные лепешки и травяной чай вместо привычного борща и компота. Место встречи не студенческая столовая, а ненецкий чум в туристическом центре. Сегодня студенты ненецкого профессионального училища учились готовить традиционные ненецкие блюда. Мастер-класс стал началом кулинарного путешествия, которое ребятам предстоит совершить в течение года. В кулинарный маршрут отправилась и наша съемочная группа. И вот у нас рыба подготовлена к тому, чтобы ее нарезать. И режем не тонко и не толсто. Александр Литков, сотрудник этнокультурного центра, рассказывает студентам, как приготовить любимый деликатес жителей Севера Строганино. Запах свежей рыбы и потрескивание печки-буржуйки создает в чуме особую атмосферу ненецкого быта. Ребята слушают внимательно. Они будущие повара. И лишний ценный рецепт в копилке кулинаров не помешает. Ведь помимо нежного вкуса, традиционно ненецкое блюдо содержит полезные жирные кислоты и просто готовится. Первая пробует холодную стружку из сиган Сабрина Панькова. Я пробую Строганину. Давай, пробуй. Вкусно? Да. А дома готовила когда-нибудь Строганину? Готовила. Чистые, белые рыбы. И если Строганину, как признается девушка, она уже умеет готовить, то о следующем рецепте слышит впервые. Кроме холодного блюда из рыбы, сегодня в меню и горячие лепешки. Да, вот про лепешки с кровью. Была бы кровь в доступности, я бы попробовала дома готовить. Этим рецептом поделился еще один сотрудник этнокультурного центра Маргарита Латышева. Смешиваем мы теплую воду вместе с печенью. Все это мы перемешиваем. Кстати, у ненцев такие оладьи жарят без всякой посуды, прямо на печке. А пока в воздухе витает приятный запах, хозяйка чума Ксения Евтысая рассказывает интересные истории. В детстве еще у нас есть праздник, вот этот обычно отмечают солнце Нового года. А это значит, означает, вот кровяные лепешки, те же самые пекли. И еще делали резку. Это шарик, но по-русски это колобок. И тоже кровяная она может быть. Испекли, и вечером, значит, ребятишки играют, и вот родители говорят, кто сегодня пораньше ляжет, завтра пораньше встанет, кто первый увидит солнышко, получит резку. Ну мы пытались быстренько лечь спать, утром вроде бы как, ну когда уж проснулся, но солнышко увидели, мне, мне резку. Сегодня первой попробовать лепешку посчастливилась Кристине Янчевой. Вкусно? Да. Очень вкусно. На хлеб с печенью похоже. Да, еще соус какой-нибудь, да. И было бы очень идеально. А тебе понравился мастер-класс? Да, очень. Сегодняшний мастер-класс – это не просто путеводитель к сытной жизни студентов, это начало масштабного проекта «Северная кухня». Его инициатором выступила директор училища Галина Медведева. Мы живем в многонациональном округе, где у нас проживают очень дружно ненцы, коми, русские, мы даже бы, наверное, больше сказали русскоязычное население, да, потому что огромное количество наций, народности, которые здесь проживают. И мы должны знать и уважать традиции друг друга, культуру, ну и в том числе будущие повара должны знать, несомненно, и пищевые какие-то пристрастия, и кухню того и другого народа. Скоро ребята отправятся в гости к представителям других национальностей. Их уже ждут в разных уголках северной столицы, чтобы приготовить коми-борщ, азербайджанский люля-кебаб, башкирский бешбармак и русские блины.